В 2019 году я активно использовал таймер во время занятий спортом, музыкой, а также практике английского языка. А в 2020 году к этому еще и подключился метроном. Во время действий танцевальных я двигал ручкой влево, вправо, а также вверх и вниз, и вперед, и назад. И все это делал под стук метронома, то есть тук-тук-тук-тук, и вырисовал крест. Таким образом, своей ручоночкой вырисовывал. И, соответственно, друзья, если вы хотите замотивировать себя на что-либо, включите таймер, серьезно, и понаблюдайте за ним, как он движется. Он движется, и ты захочешь подвигаться тоже, вот серьезно. Либо же включи метроном и начни дышать носиком, вот так. Можешь в себя, а можешь и выдыхать под каждый бит метронома, то есть соточку. Включи BPM, BPM-соточка, и потом... И так далее. И так, по делу, в течение двух минут, я уверен, что у тебя поднимется, первое, настроение, второе, мотивация к делу, и третье, просто эффективность, результативность, потому что, ну, как минимум, чем-то ты начнешь заниматься. Ну, реально, по делу, да, и в... А, я хотел сказать, в 2019 году, да, я этим занимался. А, в 2015, еще 2014 году, 2013 году, 2012, и 2011, и 2010 году я играл в World of Warcraft, и там были таймеры. И мне нравилось как раз-таки под них что-нибудь делать. То есть, вот сейчас я в течение 30 минут буду фармить вот этих вот мобов, которые находятся на этом острове. Я буду собирать с них костяшечки и так далее. Либо же, сейчас в рейдик пойду, так, у меня есть таймер, нужно успеть за секундомером. То есть, точнее, даже это был секундомер, я ставил себе в голове, что за 7 минут я должен пробежать вот этот вот инст, а вот этот за 5 хочу, а вот этот вот за 4. Или там, давайте босса убьем не за минуту 10, а за минуту 0.8. И, то есть, постепенно вы будете ставить для себя какие-то рекорды. То есть, подумайте, как вы можете что-либо делать намного быстрее. Либо же, если вы тренируете свою память, что я частенько делаю, иногда я вспоминаю какие-либо понятия, понятия, да, в математике, физике, химии и в других различных науках на скорость. То есть, допустим, пентагон, гексагон, гиптагон, октагон, ноногон, декагон и так далее. То есть, это различные полигоны. Также мы можем перечислять различные химические элементы. И это мы можем делать на скорость. Насколько быстро вы это сможете сделать? Каждый день фиксируйте конкретно, сколько за сегодня по времени, сколько завтра по времени, сколько послезавтра. Это добавит некоторые игры в вашу жизнь. Поэтому я хочу сказать, что таймер это хорошая вещь, такое как заключение на конференции у нас. Действительно, попробуйте, поюзайте. И также метрономчик. Метрономчик конкретно поможет вам выстроить определенный ритм. Если вы замечаете, что постоянно как-то у вас настроение прыгает из одного конца в другой, то он реально поможет. Мне, по крайней мере, частенько помогает. По крайней мере, я заметил, что когда я пишу на клавиатурке, я использую свой уникальный клавиатурный метод, который уже многие смогли прокомментировать в нашей секции для обсуждений. Вот называемый комментарий. И, соответственно, дамы и господа, когда я пишу, иногда я перечисляю какие-либо объекты. То есть, сова, либо же... Я обычно на английском, поэтому у меня сейчас все слова на английском приходят в голову. Но, допустим, волк, сова, лиса, плюс различные другие животные. То есть, перечисляются, либо птицы. И, соответственно, иногда я могу перечислять, а иногда могу и составлять какие-либо предложения из данных вещей. И в речи аналогичным образом. Иногда мы можем что-либо перечислять, а иногда можем говорить предложениями, как я сейчас с вами общаюсь. Когда-то мы можем общаться с направлением, то есть направленного действия. То есть, я к вам обращаюсь. Так, ребятки, делаем так-то, делаем то-то. Ну, например, да. Хотя у меня не такой уж прям призывной, да. У меня просто... Ну, это хотите делать. Соответственно, мы можем по-разному общаться. И, соответственно, метроном добавит в ваш мир некоторого своеобразного общения новым способом, под новый ритм. Потому что иногда, возможно, вы говорите слишком быстро, либо же слишком медленно, либо же... Хотя слишком быстро, слишком медленно — это то, что вы, допустим, считаете слишком быстро или медленно. Либо же другие люди считают среди ваших знакомых, что это быстро или медленно. Соответственно, определенные показатели, да, имеются. Допустим, под соточку вы говорите BPM, либо же под 60 BPM, намного отличается. И попробуйте на 80 поговорить, это будет как-то что-то новенькое для вас. Либо под 120, либо под 50 и так далее. Это очень помогает, развивает, как мне кажется, и хорошо мотивирует. Поэтому желаю вам успехов. Используйте таймер, используйте метроном и пишите в комментариях, пользуетесь ли вы ими. И мотивирует это вас как-то на дальнейшие действия. Потому что в 2019 году, серьезно, во время записи видеороликов, я часто записывал видеоролики, например, занимаюсь английским в течение 10 часов, либо занимаюсь в течение 4 часов, либо 5. Очень много видеороликов на англоязычном канале имеется такого плана, то есть в тот момент снимал. И это достаточно так интересно подстегивало. То есть сегодня я 4 часа позанимался, завтра хочу 4 часа 20 минут. Либо же у меня было, стою планку 6 минут, а в следующий день 6.10, либо 6.20. 6.25 получается. То есть по-разному выходило. И когда ты видишь прогресс, то это очень так удовлетворительно сказывается на тебе, на твоем самочувствии. И такое ощущение достижения идет. Это очень хорошее достижение. Поэтому желаю вам успехов, развивайтесь и все у вас получится в жизни. Всем пока.